Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи провели рейд на общественном транспорте. Выясняли, работают ли кондиционеры в автобусах. Более 8 миллионов рублей выделено на ремонт котельных в детских садах и школах. Подготовку к осени обсудили на заседании межведомственной комиссии. В Сочи привезли мироточащую икону умягчения злых сердец. В городе она пробудет всего несколько дней. Гарри сделал ставку. Сочинская выдра выбрала победителя 1-8 финала чемпионата мира по футболу. В Геленджике в этом году начнут строить дорожную развязку на трассе М4 Дон. Второй этап реконструкции стартует уже в следующем году. Масштабные проекты, которые разгрузят основные автомобильные направления в регионе, обсудили губернатор края и глава Автодора. Серьезные инфраструктурные изменения ждут не только Геленджик, но и Новороссийск с Краснодаром. Все подробности знают наши краснодарские коллеги. Отсутствие реверсивного движения, новые асфальты и самое главное – нет многокилометровых пробок. Дорожники выполнили свое обещание. На трассе М4 Дон в Краснодарском крае в курортный сезон прекратили любой ремонт, мешающий проезду автомобилей. Убедиться в этом лично сегодня смогли губернатор региона Вениамин Кондратьев и глава госкомпании Автодор Сергей Кельбах. Из Геленджика они отправились в село Пшада. По пути обсудили и строительство новых развязок на трассе вблизи курортного города. Тем, кто стоит сегодня в пробках на дорогах, притом коллеги, даже гости, которые с центральной части России, Сибири, откуда они едут на своем автотранспорте, им все равно, кто вмешивался и чья эта дорога. Муниципальная, краевая, федеральная, они хотят комфортно проехать по дороге. Поэтому сегодня принципиально важно, чтобы мы все транспортные развязки, которые сейчас запланировали, начали реализовывать. Чем быстрее, тем лучше. Здесь тоже на въезде, в Геленджике, конечно, развязка нужна. Образуется многокилометровая пробка. И без развязки сегодня, транспортной развязки, эту пробку не убрать. Строительство этой развязки начнется в начале 2019 года. Я должен поэтапно, и мы ту развязку взяли как приоритетную, а лимиты 2019 года позволят начать эту. То есть мы ее все равно в работе, просто они последуют. Понимание, когда, что у нас здесь будет, потому что развязать транспортный коллапс в определенные напряженные дни курортного сезона, конечно, необходимо. Поэтому понимание того, когда, что у нас будет с точки зрения транспортных решений реализовываться, очень важно. Речь о развязке рядом с аэропортом на выезде из Геленджика в сторону Новороссийска. Строительная длина составит около 4,5 километров. Однако на этом реконструкция трассы около города-курорта не заканчивается. Работы над еще одной развязкой запланированы уже в текущем году. Новые съезды позволят без заторов двигаться автомобилем в сторону поселков Джанхот, Дивноморская и Просковеевка, не мешая тем, кто едет прямо. Понимание, что было у меня и у нас у всех, что данное транспортное сооружение, транспортная развязка, максимально сними все проблемы в виде транспортного затора. И явно эти проблемы уже будут не грозить Геленджику. В этой зоне, да, Вениамин Иванович, мы полностью обеспечиваем сквозной беспрепятственный ход. Убираем все левые повороты, переводя их в режим вот этих разворотных петель. После инспекции по трассе Вениамин Кондратьев и Сергей Кельбах провели выездное совещание по развитию дорожной инфраструктуры в Краснодарском крае. Кроме строительства развязок в Геленджике, обсудили еще две не менее важные темы. Одна из них – проект скоростной магистрали, которая пойдет в объезд центра Новороссийска. Тот транспорт, который идет со стороны уже Краснодара в Новороссийск, он делает большую нагрузку на городскую инфраструктуру, существующую она и так, максимально сегодня уже загружена. Уж для того автотранспорта, который грузовой, особенно автотранспорт, который следует в Новороссийский порт или в сторону Геленджика, или в других направлениях, конечно, тут нужна объездная дорога для него специальная. Объезд Новороссийска – это долгоиграющая пластинка, это те обещания, которые долго обещались жителям Новороссийска. В целом, они ждут эту объездную дорогу, и мы не можем коллеги их подвезти. Объездную дорогу с нетерпением ждут и в Краснодаре. Строительство дальнего западного обхода должно решить проблему транзитного транспорта, движущегося в сторону Крыма. Сейчас автомобили вынуждены заезжать в краевую столицу, в разы увеличивая городской трафик. По проекту новая четырехполосная трасса рассчитана на движение со скоростью 120 км в час. На всем протяжении, а это 52 км, она не будет пересекаться с другими дорогами в одном уровне. Сегодня тоже очень важно, чтобы транспорт и автомобильный, и грузовой, который сегодня идет в сторону Крыма, не заезжал в Краснодар, а имел этот объезд вокруг Краснодара. И дальше магистраль, которая идет на Керческий мост, тоже были комфортными. И тем, кому не нужно в Краснодара, не должны в него заезжать, не должны иметь возможность проехать транзитом в обход. И это, на самом деле, будет правильно. И сегодня это наша позиция. Я еще хочу вам сказать спасибо за то, что вы ее поддерживаете и разделяете. Сейчас ведется разработка проектной документации для строительства дальнего западного обхода Краснодара. Если реализовать все то, о чем сегодня говорили, получится разгрузить одни из самых напряженных автомобильных направлений в регионе. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Артем Лычко, Кубань-24, Геленджик. Губернатор края ответил на вопросы кубанцев в региональной приемной президента страны. Вениамин Кондратьев сегодня провел встречу с жителями по поручению главы государства. На прием граждан люди приехали со всего края. В числе первых заявителей была Галина Камзюк из Геленджика. К Вениамину Кондратьеву женщина обратилась с просьбой помочь провести ремонт в Доме культуры в Кабардинке. Коллективы творческие на достойном, достаточно хорошем уровне воспитываются, поднимаются. Но вот есть такая проблема, знаете, зал там хорошо, заходишь в АИ, как бы не очень. Мы хотели попросить вас помочь с этим делом. Я, знаете, вас здесь максимально не то, что понимаю, я сам сельский житель. И реально помню свое детство, свою юность, по крайней мере, даже когда учился в университете, что клуб, он был центром, когда мы собирались. Не было телефонов, не было чего-то, но была программа в клубе. Были вечерние мероприятия. И сегодня эти мероприятия должны быть. Поэтому я здесь максимально поддерживаю вас. Клуб должен быть таким, куда хотелось бы все время приходить. И это моя принципиальная позиция, что клубы должны быть. И должны быть комфортными. А должны быть уютными, удобными. Должны быть современными. Потому что, понятно, молодежь современная, я в частности о ней сейчас больше говорю, и они должны приходить в клуб и ощущать, что они находятся сегодня в современных условиях. По поручению Вениамина Кондратьева на обустройство сельского дома культуры в Кабардинке направят около 4 миллионов рублей. Всего же на техническое оснащение учреждений культуры в отдаленных районах в этом году выделили порядка 329 миллионов рублей. Бойцы Росгвардии получили ключи от новых квартир в Сочи. Заветные сертификаты на жилье сотрудникам службы вручал главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов. Десятиэтажный дом был построен при содействии краевых и муниципальных властей. Первые 20 семей уже осмотрели свои квартиры. У семьи подполковника Пилюхно в этом году сразу два волнующих события – 10 лет в браке и получение собственного жилья. Новоселы говорят, что уже собираются покупать мебель в трехкомнатную квартиру. И так символично получается, что мы получаем долгожданную такую свою квартиру. Многоэтажка построена в Адлерском районе курорта. По словам новоселов, планировка квартир хорошая. Есть вся необходимая придомовая инфраструктура. Рядом детский, игровой городок, спортплощадки. Активная позиция Росгвардии при поддержке правительства России позволила дополнительно изыскать более 2,5 миллиардов рублей на погашение задолженности по накопительной ипотечной системе и обеспечению выплат жилых субсидий для военнослужащих. В строительстве жилья для военнослужащих Росгвардии помогают власти города и региона. Поздравить новоселов приехал и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Я искренне от души рад, поздравляю вас. И хочу пожелать, чтобы в ваших квартирах всегда поселился мир, благополучие, но и побольше звучал звонкий детский смех. В Сочи новоселье ждут еще более 140 семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Для создания максимально прозрачного распределения квартир в ведомстве планируют создать до конца года единый автоматизированный реестр. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Погода сегодня снова в центре внимания. Уже утром в Сочи термометры показывали плюс 30. Сотрудники мэрии провели рейд на общественном транспорте. Выясняли, работают ли кондиционеры в муниципальных автобусах. По словам представителей предприятия Сочи Автотранс, в их автобусах кондиционеры есть. Проверка показала, что сегодня почти во всех салонах была комфортная температура. Но на маршрутах встречались и машины с неработающей системой охлаждения салона. Водители говорили, что поломка произошла уже в пути. Но надо понимать, что автобусы ломаются, кондиционер не ломается. Но здесь мы принимаем оперативные меры. Зачастую за ночь мы не успеваем сделать этот кондиционер. Причина не в нас, причина в заказных дорогостоящих запасных частях. В мэрии не раз рекомендовали автотранспортным предприятиям, обслуживающим коммерческие маршруты, оборудовать свои машины системами охлаждения воздуха. Кстати, по словам автослесарей, установка сплит-системы в автобус обходится в среднем в 50 тысяч рублей. Но ситуация практически не меняется. Между мэрией и частными автопредприятиями существует договоренность, что до конца 2019 года во всех так называемых маршрутах появятся и кондиционеры, и условия для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. С теми, кто не выполнит обещаний, расторгнут договор. Тем временем на Сочи надвигается ураган. В ближайшие часы, а также 30 июня и 1 июля, ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Велика вероятность формирования смерчей. По поручению главы Сочи, все службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 112. Традиционно летом Сочи начинает подготовку к зиме. Сегодня дан официальный старт этой работе. Детали обсудили на заседании межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы города. Все районы Сочи сегодня отчитались о начале подготовительных коммунальных мероприятий. Это всегда процесс плановый и достаточно эффективный. За лето нужно выявить и устранить все недочеты в жилищно-коммунальном комплексе города. В плановом порядке с соблюдением план-графика идет процесс подготовки. Естественно, он длителен, он требует значительных финансовых активов. Но на данный момент рисков срыва подготовки ОЗП не существует. Я думаю, что мы спокойно войдем в осенне-зимний период с полной готовностью. В прошлом году в крае Сочи первым получил паспорт готовности к отопительному сезону. Такую же задачу глава города Анатолий Пахомов поставил коммунальщиков и в этом году. Наличие тепла в домах граждан зимой зависит от эффективной работы специалистов лета. А это проверка магистральных сетей, где нужна и перекладка, проверка теплоузлов, система отопления непосредственно в квартиры жильцов, наладка и замена в котельных насосного оборудования на энергоэффективные. Речь шла на заседании штаба о подготовке к отопительному сезону и объектов здравоохранения, образования и культуры. Там, где выявлены проблемы, решение требуется принимать безотлагательно. Проблема не с муниципальным учреждением, но с образовательным учреждением, которое находится на территории нашего города. Это краевая школа-интернат номер два. Там была построена газовая котельная модуль. На сегодняшний момент сети не подведены. Заместитель главы города Алексей Толмачев просит проинформировать края о данной ситуации, а эксплуатирующую компанию срочно приступить к выявлению причин коммунальной проблемы. Физические испытания провести целесообразно, поэтому поручение ООО «Хосте» испытания трубопроводов провести. Что касается только школ и детских садов, то город выделяет более 8 миллионов рублей на ремонт собственных котельных и системы отопления. Сейчас такая работа ведется в 21 образовательном учреждении курорта. Другим новостям. В Сочи привезли икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». В пятницу сотни верующих пришли в храм иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость, чтобы поставить свечи и помолиться святыне. Также этот образ называют «Симеонова проречения». Это икона северорусского происхождения. По преданию она выражает страдания Богородицы, причиняемые ей людскими грехами. Число 7 символизирует 7 смертных грехов, о которых говорит Священное Писание. Уже много лет икона мироточит. И так как единого научного объяснения этому факту нет, среди верующих это считается чудом. Потому прикоснуться к святыне сейчас устремляются многие верующие. Для нашего города первое такое огромное событие, поскольку такого масштаба святые чудотворные иконы приезжают редко. И именно вот эта икона, чем она интересна, тем, что она мироточит постоянно, непрестанно 14 лет. Хранитель этой иконы много рассказывал интересного. И в случае с бедствиями, которые обрушиваются на нашу страну, такими как крушение атомохода Курск, Беслан, Нуртост, эта икона даже кровоточила. Чудотворная икона пробудет на курорте всего несколько суток. До конца дня прикоснуться к святыне можно будет в храме иконы Божьей Матери на улице Догомысской, 45. А уже в субботу в 16 часов икону перевезут во Владимирский храм на улице Виноградной, 18. Во Всероссийский день молодежи в Сочи чествовали самых активных и неравнодушных к жизни города молодых людей. За активную гражданскую позицию глава города лично вручил им благодарственные письма. Фанаты своего дела. Сегодня на традиционном торжественном награждении в честь Дня молодежи России собралась именно такая молодежь. Активная, инициативная, не безучастная к проблемам города и своих сверстников. Здесь члены антинаркотического патруля, создатели и участники проектов «Безопасность на дорогах», «Народный контроль», «Читай Сочи». А еще музыканты, граффитисты, волонтеры, победители различных всероссийских конкурсов, КВНщики, спортсмены, выдающиеся представители молодежных субкультур. То есть все, кто вносит вклад в развитие молодежной политики города. В нашем городе столько различных мероприятий каждый год, каждый полгода. Очень много разного уровня мероприятия. Наши студенты, конечно, стремятся посетить их, быть участниками и даже становятся организаторами этих мероприятий. И Сочи дает для наших студентов вот именно большую площадку возможностей, где мы прокачиваем свои профессиональные навыки, личные качества и стремимся только к лучшему и большему. Активная гражданская позиция и потенциал самого Сочи. Именно эти компоненты уверены руководству курорта и открывают потенциал талантливой молодежи. В своем городе ребята имеют возможность получать и гражданское, и патриотическое воспитание. Знают, что такое культурные и нравственные ценности, в том числе благодаря волонтерскому движению. Сегодня молодые сочинцы сами становятся инициаторами открытия кружков и секций по интересам. Организовывают мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде. Состоят в молодежном совете при главе города. Ну и Олимпиаду, а сегодня и чемпионат мира по футболу местные ребята также не обошли стороной. И естественно все эти и многие другие событийные мероприятия дали самовыразиться нашей молодежи. И сегодня у нас замечательная молодежь, и у нас 300, как я уже говорил, молодежных организаций. Какая-то большая, какая-то поменьше. Но все они заняты тем, что занимаются воспитанием молодежи, занимаются поддержкой молодежи. Самые счастливые молодые люди, конечно, живут в Сочи. Это не только я думаю, потому что говорилось всегда так. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот они знают. Впереди новые возможности. В том числе в творческом плане на курорте открылся муниципальный театр. Что касается спорта, то в наследство от Мундиаля городу достанется целых три тренировочных поля. А это значит, возможности для занятия футболом открываются еще для сотен сочинских ребят. Гарри сделал ставку. Сочинская выдра выбрала победителя 1-8 финала чемпионата мира по футболу. Матч Португалия-Уругвай состоится в Сочи завтра. Напомню, Махнаты-Оракул еще ни разу не ошибся. Гарри предложили два мяча. Красный мяч символизирует сборную Португалия. Синий – команду Уругвая. Из двух брошенных в воду мячей выдра выбрала красный, тем самым посулив победу португальцам. Верен ли выбор, узнаем уже через сутки. Сегодня в санатории «Знания» открылся бьюти-бар, иначе говоря, салон красоты «Июнь». Несмотря на название, работать он будет круглогодично и предлагать полный спектр услуг по всем направлениям индустрии красоты. Теперь в «Знании» наряду с многочисленными кабинетами, с санаторно-курортным лечением и оздоровлением появился уголок бьюти-услуг. Гости санатория могут совместить отдых, например, с косметической процедурой. Бьюти-бар «Июнь» – это опытные мастера, полный спектр услуг, профессиональная косметика и приятные цены. А в честь открытия здесь целую неделю будет действовать 30-процентная скидка. После того, как мы открыли спа-центр, открыли школу халитического плавания, сегодня мы открываем замечательное место у нас в санатории – бьюти-бар. Мы постарались привлечь к реализации проекта не только лучших специалистов по индустрии красоты, но и дизайнеров помещений, ведущих поставщиков. И все вместе это позволило, как я надеюсь, создать тот продукт, который, конечно, будет очень востребован нашими гостями, как в жаркие летние дни, в замечательные осенние дни в Сочи, ну и, конечно же, в межсезонье. Бьюти-бар «Июнь» отличается лояльным прескурантом, который сочетается с легкой атмосферой и подвижной записью. А еще акцент на скорость выполнения работ. Здесь понимают, что современная девушка не может позволить себе потратить почти весь день на то, чтобы переходить из одного кресла в другое. В июне готовы припудрить носик, накрасить ногти, сделать укладку. И все это одновременно. Такое вот сочетание быстрых, но качественных бьюти-услуг с возможностью превосходно провести время в уютном интерьере. Мы все больше и больше внимания уделяем именно качественному сервису. Мы пожелали все-таки сделать своими силами, дабы дать людям возможность получать качественные услуги, внимательное отношение персонала. Вчера узнала об открытии салона в нашем санатории «Знания». Мне все очень понравилось. Внимание администратора и, конечно, профессионализм мастера. И важен результат, конечно же. Результатом я очень довольна. Открытие новой зоны состоялось в рамках программы развития спектра услуг в санатории «Знания». Девиз бьюти-бара «Июнь» – минимум затраченного времени, максимум красоты и удовольствия. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...